всем привет и в сегодняшнем видеоролике я вам покажу вторую модель из новой серии которую я начал собирать в этом году и серия посвящена американским седельным тягачам в масштабе 1 к 64 от производителя neo skill models пока что решил ограничиться моделями только от одного бренда но так как я большой поклонник американской техники особенно грузовиков и в 43 масштабе их представлено не так много как в более мелком 64 то возможно потом расширю эту серию изделиями от других брендов у neo на сегодняшний день представлено порядка 30 различных грузовиков в 64 масштабе и мне также понравились модели от бренда DCP это американская компания у них еще более обширный ассортимент грузовики сделаны из металла у них прекрасно проработана подвеска поворотный передний мост у машин откидываются капоты если это бескапотник поднимается кабина хорошо сделан моторный отсек и самое главное огромный выбор полуприцепов именно под американские тягачи но единственная загвоздка с моделями от DCP то что они продаются на сегодняшний день только на территории соединенных штатов очень дорогая доставка в европу плюс растаможка и конечная цена за модель будет порядка 300 долларов это на сегодняшний день не очень целесообразно поэтому покупка тех моделей пока что откладывается на неопределенное время и сегодня мы рассмотрим капотник diamond rail rider прототип 74 года выпуска это не единственный diamond rail который neo предлагает в 64 масштабе у них также есть аналогичный грузовик со спальным отсеком у машины длина рамы точно такая же модели отличаются цветом у грузовика со спальником коричневый цвет кабины если не ошибаюсь и также у них есть модификация со смещенной передней осью ось сдвинута ближе к кабине для улучшения маневренности в городских условиях там у грузовика другой передний бампер другая решетка радиатора остальные элементы насколько я понял по фотографиям не отличаются я тоже приобрету различные модификации в свою коллекцию но те модели я покажу уже значительно позже потому что это во первых не основное направление моей коллекции и как я уже говорил в своем первом видеоролике обзоры на эти модели будут выходить скорее всего раз в месяц и первый грузовик который вам показывал был ford clt 9000 прототип 83 года выпуска тоже прекрасная модель она меня приятно удивила и у neo такой ford был запланирован в 43 масштабе и уже 4 года висит анонс о выходе этой модели и пока что выпуск ограничился только одним единственным предсерийным образцом и стоит заметить что модель в 43 масштабе по своей детализации не сильно ушла от аналога в 64 масштабе если такой грузовик все же у neo выйдет в 43 масштабе то возможно он будет в улучшенном исполнении возможно он не выйдет вообще у меня в коллекции есть единственный прототип я возможно его вам тоже покажу но пока что не знаю в какую рубрику его поставить то ли в несуществующие модели то ли просто в предсерийные модели пишите ваши комментарии что вы думаете выйдет ли эта модель у neo или останется только в виде предсерийного образца и также покажу вам грузовик в 43 масштабе если вспомнить историю то как раз первая модель американского сидельного тягача у neo был diamond rail только здесь модификация 71 года выпуска у нее другой капот другая решетка радиатора другие бампера и некоторые навесные детали здесь чуть меньше топливные баки если сравнивать модель в 43 масштабе с аналогом в 64 то сложно сказать какой грузовик сделан лучше на мой взгляд что-то получилось более детально о маленькой модели например у нее мне больше понравилось наличие различных элементов из фототравления и также есть те узлы которые отсутствуют на более крупной модели и у модели в 64 масштабе на мой взгляд лучше покраска и сборка данный грузовик вы можете найти в интернете в основном на аукционах он очень редко встречается цена варьируется от 120 до 200 долларов и это не единственный вариант окраски который у neo был у них также такой diamond rail выпускался в лимитированной серии специально по заказу одного онлайн интернет магазина и машина была окрашена в ярко-голубой цвет с синими крыльями и колесными дисками конечно не самое удачное сочетание цветов и искал фотографии прототипа в интернете так и не нашел с чего эту модель делали тоже остается большим вопросом если вы видели фотографии настоящего грузовика в такой окраске тоже пришлите мне или на email или в комментариях добавьте ссылку будет интересно посмотреть как же выглядел настоящий прототип тоже довольно интересная модель я на ней снял клаксоны потому что здесь низкий колпак и просто они трутся и получается стирается хром не хотел повредить детали поэтому их положил в отдельный пакетик и также у neo еще был вариант со спальным местом тоже показывал его в одном из своих видеороликов кому интересно можете найти видео обзоры на все модели от neo в 43 масштабе на моем канале но вернемся к машине в 64 масштабе сначала посмотрим как здесь выглядит упаковка она ничем не отличается от модели ford clt 9000 бокс идентичный как по размерам так и по оформлению снизу есть различная информация которая касается производителя масштабных копий естественно эти модели изготавливаются в китае указан прототип diamond rev модификация rider цвет светло-синий металлик масштаб 1 к 64 и также есть артикул по которому можно найти эту модель в интернете машина очень легкая здесь как кабина так и рама сделана из полимера и на мой взгляд проработка рамы на этой модели намного лучше чем на варианте в 43 масштабе здесь площадка под седло сделана из фототравления седло рабочее единственное что мне не понравилось на этом грузовике так это то что производитель здесь обозначил задние фонари просто красным лаком на ford эти элементы были сделаны в виде прозрачных отдельных деталей присутствует номерной знак хорошо сделаны покрышками видим протектор и у neo покрышки идентичные абсолютно на всех моделях конечно хотелось бы большего разнообразия у этой модели также мы видим что все те детали которые обычно на других моделях в хроме просто окрашены серебристой краской с мелким зерном и такое решение честно мне нравится даже больше под полированный алюминий ведь если бы на этом грузовике все было блестящее в хроме то модель на мой взгляд смотрелась бы больше игрушечной нежели коллекционной масштабной копии у этого грузовика также окрашен салон в бежевый цвет и замечание то что отсутствуют приборы и различные кнопочки все просто окрашено одним тоном и на более крупных моделях обычно или клеят декаль или там по печати наносят эти элементы они конечно придают модели более реалистичный вид но через маленькие окошки все равно сложно рассмотреть что находится внутри у этой модели отдельные дверные ручки и поручни это несомненный плюс даже в более крупном 43 масштабе не на всех моделях такие детали делают отдельными хорошо сделаны зеркала заднего вида присутствуют дополнительные фары на передних стойках дворники из фототравления также мы видим короб воздушного фильтра на кабине есть габаритные огни они сделаны также как и на моделях в 43 масштабе прекрасно проработана светотехника и довольно хорошо проработаны колесные диски передние колесные диски на этом грузовике точно такие же как и на модели ford clt 9000 а вот задние колесные диски здесь отличаются это тоже небольшой такой маленький бонус если мы вспомним модели в 43 масштабе то там у neo были представлены только одни колесные диски и не очень понятное решение передние колесные диски здесь были вот такого типа а задние кленовидные тоже в принципе такие варианты существовали в реале но с завода должны были выходить автомобили или с таким типом дисков или с таким и на модели в 64 масштабе скажем так этот небольшой недочет уже исправлен еще раз можно посмотреть на эту модель здесь также присутствуют перекидки за кабиной и такие элементы отсутствуют на моделях в 43 масштабе ну и нижняя часть тоже хорошо проработана и в принципе она не сильно уступает проработке моделей из металла так что в принципе вот эти машины у neo я думаю что стоят своих денег хотя они не намного дешевле чем варианты в 43 масштабе и пишите ваши комментарии понравился ли вам данный грузовик собираете ли вы модели в 64 масштабе какие аналоги есть у вас возможно вы также собираете модели и других масштабов 50 24 18 тоже пишите будет интересно почитать и я могу спланировать показ своих будущих моделей потому что у меня в коллекции есть не только модели в 43 масштабе но и в более крупных их правда не так много потому что все же основное направление моей коллекции это именно 43 масштаб если вам понравился этот видеоролик не забывайте поддержать его лайком также вступайте в мои группы в социальных сетях вконтакте и фейсбуке и жмите на колокольчик чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на моем канале увидимся в следующих видеороликах до новых встреч пока